Всем привет! Меня зовут Даша и я шипоголик. Хочется начать это видео именно так, потому что я на досуге обожаю покопаться в каких-нибудь сайтах не совсем обычных, не тех, где покупают вещи все, и найти там какие-нибудь эксклюзивчики. Самый мой любимчик в этом смысле это сайт Ля Редут. Те, кто давно меня смотрит, знают, что я периодически делаю там заказы. И там, на самом деле, если покопаться, можно найти прям такие бриллианты, которых нет в других брендах, в других магазинах. Там нужно, конечно, знать, что покупать, то есть не все подряд там подойдет, но мне нравится как раз такой, знаете, азарт творческий, азарт стилистический, найти какие-то классные бриллианты. А там, на самом деле, очень много что-то бывает. Вот в прошлом видео я вам показывала, там кожаная юбка за 100 долларов, там вообще какие-то вещи, которые, ну, ты просто нигде больше не найдешь. Вот, поэтому очередная распаковка, ну, распаковки не было, потому что надо было все отгладить, красиво развесить для вас, но считаю, что это распаковка с сайта Ля Редут на моем канале. Если вы здесь впервые, меня зовут Даша, я персональный стилист и создатель школы Dash Style School. У нас здесь очень много всего интересного про стиль, моду и про то, как каждый день выглядеть классно. Если вам эта тема интересна, обязательно не забудьте подписаться, потому что очень большое количество людей смотрят меня без подписки. Конечно, мне как блогеру, как создателю контента это очень обидно. Хочется, чтобы больше было подписчиков, больше было просмотров, поэтому буду вам очень благодарна и признательна за вашу подписку. Ну что, давайте разбираться, что же я в этот раз назаказывала. На самом деле, получилась очень интересная подборка на лето в стиле 70-х. Я не знаю, как так получилось, я вообще, в принципе, 70-е люблю, но не было у меня такого, чтобы прямо вот их много было в гардеробе, а тут вот что-то, знаете, одна вещь, другая, третья, и как-то одно с другим потянулось. Я, естественно, как человек, который всегда мыслит сразу капсулами, комплектами, у меня сразу собирается такая законченная капсула. Видите, как все вместе отлично смотрится. То есть нет такого, что я как-то специально это выбираю, а так просто как-то получается. Я, в принципе, на своих курсах всегда учу собирать капсулами, так, чтобы это все работало друг с другом. Совсем скоро, кстати, у нас будет вебинар про летний гардероб, там тоже будут капсулы, только там будет 4 капсулы на лето. Капсула для офиса, капсула для городских дел, капсула на выход и капсула для отпуска. Я вам чуть попозже обязательно про этот вебинар расскажу, поскольку расскажу про капсулу. Но кому уже прямо сейчас интересно, ссылочка на вебинар на 17 мая в описании этого видео. Итак, капсула в стиле 70-е, которая у меня получилась, с чего начать вам рассказывать. На самом деле все вещи очень классные. Давайте начну вот с этого пиджака. Пиджак из струящейся ткани. Видите, он такой жизненький, если его снять с вешалки и вот так вот взять, видите, он падает. Это такой пиджак, не держит форму, он не структурированный, и чаще всего стилисты вам говорят, не покупайте такие пиджаки. Я здесь как бы, знаете, согласна, но не до конца. С одной стороны, да, пиджак, который держит форму, жакет, да, правильно говорить в женском гардеробе. Я знаю, что многие придираются на эту тему. Мне абсолютно все равно. Пиджак, жакет в современном мире примерно одно и то же. Если на вас лучше сидит пиджак или жакет, который держит форму, значит, вам нужен именно такой. У меня такая фигура, что мне идут и те, которые держат форму, и те, которые вот такие вот рыхлые и жидкие. Поэтому я с удовольствием вот такие вещи приобретаю. Плюс, знаете, в таких пиджаках, которые не держат форму, на самом деле очень удобно, потому что они как, по сути, не знаю, кофта, да. Почему многие женщины покупают себе очевидную кофточку? потому что в ней удобно, а пиджаке как бы, ну, нужно себя нести и держать, да, а когда пиджак вот такой мягкий, ты чувствуешь себя расслабленный и комфортно. И плюс здесь, посмотрите, какая классная штука, здесь вот такая вот назборенная на резинку талия, в общем, это такая классика 70-х, жакет в стиле сафари, при этом вот такой вот тонкий, жидкий, он, кстати, без подкладки, то есть на весну-лету будет просто отлично. Я везла 42-й французский размер, у меня российский 46-48, сейчас у меня такой все время плавающий, вот, сейчас 46-48, и вот этот жакет 42-го размера французского, чуть-чуть на мне свободно смотрится, но мне нравится, как это выглядит, я люблю так немножко вещи чуть более оверсайзными. Соответственно, носить я его буду в стиле 70-х с джинсами, клешонами, вот типа тех, которые на мне сейчас. Также добавим сюда сандалии на высокой платформе, очки большие в стиле 70-х, и все, фэшн-лук готов, смотрите. Следующая находка это вот такое вот платье-кафтан, длинное в пол, и это такая, знаете, вещь на, прям на жару, то есть это морлевка, я не знаю, как вы к таким относитесь, я обожаю на лето вот такие штуки находить, типа муслина, вот что-то такое, очень нежная, приятная ткань, оно слегка просвечивает, кого это беспокоит, вам, наверное, не подойдет, мне на самом деле это не сильно парит, во-первых, потому что я планирую это носить или дома, когда придут гости, или где-то на юге, где, в принципе, открытые тела, это ничего страшного, ну и на жару это просто идеальная вещь. Большинство людей в жару раздеваются, а я люблю, наоборот, закрываться, чтобы, во-первых, не обгореть, а во-вторых, часто слишком открытые образы смотрятся не стильно, а закрытые образы, на мой личный вкус, выглядят гораздо стильнее, лучше открыться через то, что, например, открыть запястье, открыть побольше здесь грудь, поэтому я такие платья всегда, когда вижу их, обязательно беру, плюс натуральный состав, ну, я не знаю, в курсе вы или нет, но у бюджетных брендов очень сложно найти натуральные составы, на самом деле, хорошие ткани начинаются где-то у брендов от уровня, типа, Massimo Dutti и выше, поэтому, когда в недорогих брендах находишь вот что-то подобное, это прям сразу точно надо брать. Тоже взяла 42-й французский размер, чтобы оно было свободным, и смотрите, можно носить двумя способами, можно прям вот так вот, как халатик, я, кстати, знаете, еще люблю в отпуске брать такое платье и его носить в номере, как халат, ну, вот пришла, допустим, ты после обеда и хочешь немножечко посидеть на балкончике, и вот это прям идеальная вещь вместо халата, как домашняя одежда. А с другой стороны, можно потом добавить ремень, обувь, правильное украшение, и будет совершенно другой образ. В качестве ремня, кстати, нашла вот такую вещь, тоже на Ля Редут, и это прям вот находка века, и это вот такой, типа, макраме ремень, очень красивый, стоит неприлично мало, выглядит абсолютно шикарно, и это, конечно, вещь на все времена, тоже такой в стиле 70-х, каждое лето он будет актуален, вот, поэтому с ним случилась абсолютная любовь у этого платья, и сейчас я вам покажу, как они смотрятся вместе. Субтитры сделал DimaTorzok Следующий лот моих находок, это вот такие шикарные голубые брюки, смотрите, какой обалденный цвет, они еще есть бежевые, я хотела сначала взять бежевые, потом думала, ладно, у меня бежевых очень много в гардеробе, а дай-ка я возьму голубые. Почему такая дерева? Потому что, на самом деле, любая цветная вещь, ее сложнее вписывать в гардероб, да, то есть, например, рубашка, как у меня сейчас, и вот такие брюки, к ним нужно подбирать цвета, а если у вас вещи, ну, какого-то такого нейтрального цвета, например, да, вот такая, вот такая, к ним ничего подбирать не надо, они сами легко со всем соединяются в комплекты. Конечно, я как стилисту умею соединять цвета, но я в то же время люблю удобство и люблю, когда образы собираются не глядеть, когда закрытыми глазами, можешь взять вещи, и они все будут работать. Когда вещи цветные, такого не будет, но зато цвет добавляет интереса, да, эмоции, и чаще всего люди, которые не занимаются таким осознанным выполнением гардероба, они выбирают цветные вещи для того, чтобы, ну, это выглядело как-то интересно, да. Вот, а я к таким вещам, естественно, отношусь настороженно, но тут решила, что гулять-то гулять, и взяла вот такие потрясающие брюки. Сейчас вы увидите, как они классно, на самом деле, смотрятся в образе. Они достаточно объемные вот здесь, мне в талии немножко великоваты, это тоже 42-й французский, но я часто в талии вещи потом регулирую в ателье, просто я еще не успела вот на этих это сделать. И, в принципе, могу вам дать такой совет, если у вас также такая фигура, когда талия сильно уже, чем бедра, не ищите идеальную посадку по талии, найдите хорошую посадку по бедрам, а на талии просто отрегулируйте потом в любом ателье, и будет вам счастье. Я буду носить эти брюки вот с таким пиджаком, который тоже нашла на Ля Редут, и это еще одна находка года. Это вот такой, я даже не знаю, это, по-моему, не пиджак, это какой-то кафтан, я не знаю, как это назвать. В общем, это такой второй слой, тут 50% льна, 50% хлопка, зацените состав. Вот, он будет чуть-чуть мятый, я очень люблю такой эффект слегка сжатой ткани, но в то же время он будет все равно не будет как из... Как из чемодана, спасибо. Вот, в общем, это будет все равно смотреться прилично. И здесь тоже нет подкладки, он очень такой тонкий, хорошо обработанный внутри швы, то есть, если это на ветру вот так развеется, ничего страшного, будет смотреться все равно хорошо. Он достаточно длинный, что мне нравится, и вот эти рукава, поскольку здесь нет подкладки, я буду загибать. Сейчас на видео вам покажу, как правильно загибать рукава. Сейчас не актуально делать рукава 7 восьмых или 3 четверти, загибайте прям конкретно, чтобы было у вас до локтя, и будет очень красиво. Все, смотрим вот этот комплект. И последний лот сегодняшних находок, это вот такая романтичная, невероятно хорошенькая, миленькая блузочка. Я обожаю вообще принт в цветок. Он мне на самом деле очень идет, наверное, поэтому я его так люблю, но хочу вас сразу предупредить, что это, конечно, такая скользкая дорожка. Далеко не всем идет принт цветочный, тем более такой мелкий цветочек. Этот принт называется Mille Fleur. Если у вас лицо детское, с какими-то детскими чертами, ну, типа как у меня, чуть-чуть такой носик, с ямочками на щеках, то есть все время такая девушка-девочка. Вот если лицо такое, тогда такие принты будут хорошо. Например, Мерлин Монро очень любила, то, что такие принты носить. Если у вас лицо, наоборот, более, например, округлое, более такое, более объемные черты лица, плохо будет смотреться такой цветочный принт. Поэтому имейте это в виду. Если лицо графичное, тогда более графичные принты. Так, это я уже тут начала вам рассказывать социалистическую теорию. Нет-нет-нет, за этим только ко мне на курсы, а сегодня просто распаковка. Короче говоря, вот такая милая блузочка не для всех, имейте это в виду. Я ее буду носить с длинной юбкой. Тоже такой в стиле 70-х получается образ. Длинная черная юбка, босоножки на высокой платформе. Мне очень нравится вообще, как этот стиль в 70-х сильно отличается от того, что сейчас носят все. Мне очень нравится находить какие-то решения, которые ношу только я. И надеюсь, вам тоже это понравится. Так, теперь рассказываю очень быстро про вебинар про летний кардероб, который пройдется 17 мая. Этот вебинар я делаю каждый год. Это сезонный такой продукт нашей школы Dash Style School. И на этом вебинаре я подробно рассказываю, какие вещи в этом сезоне вам нужны в летнем кардеробе, что взять из трендов, что взять из базы, как это все красиво, классно и индивидуально замиксовать. И в этом году я решила сделать такую удобную форму. Мы собрали с командой 4 законченные капсулы. Капсула для офиса, капсула для выходов на летние мероприятия, капсула для городских дел и капсула в отпуск. Все эти капсулы у вас будут в PDF формате. Мы их вам пришлем сразу после вебинара. Там будут картинки кликабельные. Вы нажимаете на картиночку и переходите сразу в интернет-магазин. Капсулы будут как в российских брендах, так и в зарубежных. А на самом вебинаре я расскажу, как составлять такие капсулы для себя, какие предметы в этом году являются такими мастхевами. Вы сами уже решите, нужно вам это или нет, но я вам дам свои стилистические рекомендации. Ну и, конечно же, поговорим про аксессуары. А насчет аксессуаров в этом году у нас очень-очень классный сюрприз, потому что универмаг дизайнерских украшений Poison Drop решил поддержать наш вебинар и предоставили для наших участников три сертификата на 5, 10 и 15 тысяч рублей. Поэтому мы обязательно разыграем среди участников сертификаты на украшения в Poison Drop. Получается абсолютно идеальная штука. И вебинар, и ссылки на лучшие вещи, и еще возможность выиграть классный подарок. Ссылку на вебинар оставляю внизу в описании этого видео. Он будет 17 мая, не пропустите. Конечно же, можно будет посмотреть в записи, если вы не сможете онлайн. И у нас также доступна оплата с любых карт, и с российских, и с зарубежных. Поэтому переходите прямо сейчас в описание этого видео. Там же оставлю ссылочки на те вещи, которые были сегодня в видео. И я надеюсь, что вам понравился формат такого разбора. Ставьте пальчики вверх, комментарии, подписки. И увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok